Расписать медовый пряник дело непростое. Как и в любом искусстве, здесь есть свои тонкости. Тайны своего мастерства участникам проекта «Хрустальный мир» раскрыла настоящий художник-кондитер. Детишки, конечно, обыкновенные, они у нас шумят, они все сами быстро хватают, рисуют. А эти детишки, они спокойные, тише, с ними можно... подходишь индивидуально каждому. У них получается достаточно интересный сюжет, и они как-то индивидуально подходят, как правило, к прянику. Достаточно интересно. Фотографировать, создавать рисунки на воде, лепить и расписывать игрушки, рисовать по ткани и цветным песком. За три месяца работы проекта «Хрустальный мир» ребята посетили 25 мастер-классов. Побывали на множестве интересных экскурсий. Этот день не исключение. Кроме урока по росписи пряника, дети смогли погулять по усадьбе Вавилова. Я был в музее старинных машин. Я был еще в цирке, еще был. И был в зоопарке был. «Хрустальный мир» – социальный проект. Финансирование из бюджета администрации города в рамках программы «Доступная среда». Все экскурсии и мастер-классы ребята посещают бесплатно. Возят детей на мероприятия автобусами туристической фирмы «Восток Интур». Это для того, чтобы убрать социальную разобщенность между этими детьми, чтобы они развивали свои творческие способности, чтобы не стеснялись друг друга и умели вместе общаться. За время работы проекта в нем приняли участие почти 250 ребят. Две трети из них с ограниченными возможностями. В этом главная задача «Хрустального мира» – снять барьеры между окружающим миром и особенными детьми. Это удалось в полной мере, отмечают в первую очередь родители ребят. Очень нравится, особенно в этом году. Очень интересно, везде побывали. Мастер-классы все интересные, экскурсии интересные. В эту субботу ребят ожидает очередная экскурсия в рамках проекта «Хрустальный мир» в «Океанариум». Она станет последней в этом году. А в следующем проект продолжит свою работу, чтобы вновь подарить детям радость общения. Андрей Пичугин, Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова